Привет дорогие друзья! С вами снова канал Лека Фиш Скул и я Лещенко Ольга. Сегодня мы вместе с вами будем рисовать портрет девушки на акварельной бумаге, акварельными карандашами. И будем их размывать с помощью обычной воды. Ну что дорогие друзья, кому нравится, ставьте лайки и поехали! Я приобрела самую обычную акварельную бумагу от 4 формата и всего лишь в папке 10 листов. Давайте мы посмотрим. Это не совсем плотная бумага, но тем не менее для таких мастер-классов она сгодится, потому что самое главное вам показать приемы и технику исполнения, как размывать и так далее. Давайте построим, дорогие друзья, наш портрет. И начнем мы сегодня необычным способом строить наш портрет. Во-первых, мы взяли механический карандаш и размечаем им две оси. Вот таким образом. Затем мы можем соединить это все в прямоугольник и еще в этом прямоугольнике дорисовать круг вверху. Вот таким вот образом. Так, далее у нас получается две геометрических фигуры, наложены друг на друга. Теперь для удобства, особенно для новичков, дорогие друзья, я рекомендую проводить такую вертикальную ось, которая разделит нашу будущую голову либо лицо напополам. И линию по горизонтали. Это линия глаз. Далее, что мы делаем, это прорисовка контуров лица. Сильно не давите на карандаш, потому что бумага акварельная, как видите, она такая фактурная. Она при сильном истирании будет портиться. Поэтому старайтесь максимально не трогать ластиком эту бумагу. И еще будет маленький сюрприз и интересный лайфхак для начинающих художников, но об этом немножечко позже. Итак, мы продолжаем строить наше лицо. Так, давайте, наверное, все-таки уже немножко соединять. Вот где-то примерно такое расстояние, ну, сантиметров 5, может быть, 6. Нужно где-то отступить от горизонтальной линии. И таким вот образом мы уже формируем наш овал лица, контуры лица. Следующим этапом мы формируем глазки. То есть там, где у нас линия глаз, вот эта горизонталь, мы формируем наши глазки. Я люблю немножко усиливать, увеличивать черты лица, потому что фэшн-скетчи, они как бы, вот знаете, сами по себе диктуют эти правила. Так, немножко размечаю бровки. Фэшн-иллюстратор – это такой специалист, который должен убирать, максимально сглаживать все неровности, либо в портрете, либо в объекте. И, конечно же, как и стилисты, как и дизайнеры, выбирать самое-самое лучшее и интересное. Дальше мы рисуем линию губок и уже можем ее простроить. Кстати, давайте я немножко увеличу, чтобы вам было понятнее, что я делаю сейчас. Вот, вот такой формой у нас будут губки. Носик мы, может, потом поднимем и формируем наши блоки ушей. Дорогие начинающие фэшн-иллюстраторы, ушки рисовать обязательно. Обязательно, потому что очень часто я замечаю, что, ну, вот просто отсутствие ушей по бокам, ну, это то же самое, что многие начинающие иллюстраторы, либо скетчеры не рисуют шею. Ну, вы понимаете, что такое без шеи голова, это просто, ну, как бы неэстетично, скажем так. Итак, на вот этом этапе, дорогие друзья, я все-таки рекомендую совсем без особого усилия, без нажатия особых каких-то, да, просто вот стираем линии построения и максимально бережем нашу бумагу. То есть, не проходимся по тем же линиям второй раз. Ну, то есть, стараемся беречь, беречь нашу поверхность, нашу фактуру. И, между прочим, дорогие друзья, акварельная бумага бывает разная. Она называется холст, она называется дерево, то есть, это такие фактуры, которые действительно напоминают либо дерево, либо холст. В общем, это очень красиво и интересно, и по-разному ложится на такую бумагу краска. Кому интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях. И я для вас специально сделаю отдельный мастер-класс, где расскажу и покажу, какая бывает акварельная бумага. А, возможно, даже сделаю обзор на разную бумагу, либо даже тонированную, либо картон. Поэтому пишите, дорогие друзья, обратная связь очень-очень нужна. Давайте нарисуем какую-то прическу, ну, чтобы было понятно, что это девушка. Вот, давайте, может быть, сделаем, может быть, даже открытый лоб. Вот, то есть, сейчас мне самое главное показать вам технику, это акварель, акварельными карандашами и не более. То есть, я здесь не собираюсь показывать, не знаю, там, какой-то характер самой девушки, или же характер прически, или мейкап. Ну, в общем, самое главное это показать, как работают акварельные карандаши на акварельной бумаге. Следующий этапом я рекомендую воспользоваться вот такой маленькой резиночкой. Если у вас такой резиночки нет стирательной, вы можете срезать уголком вашу резинку, и у вас получится очень маленький, тоненький, острый носик. Ну, в принципе, так как я уже человек балованный в этой области, мне нравится работать иногда и вот такими резиночками стирательными. Они более, скажем так, предсказуемые и, ну, всегда запакованы в одну тубу. Мне нравится, что они не ездят по руке. В общем, ну, когда-то, конечно, даже и сейчас, в принципе, иногда я режу свои резиночки, и, в общем, в принципе, меня это тоже устраивает. Так, дорогие друзья, в следующем этапе мы берем граффити, такой вот фирма Optima 05, у меня это лайнер. И я аккуратными вот такими стежками, штришками обвожу и, видите, уже корректирую по ходу свою девушку, вот будущую фэшн-иллюстрацию. Так, здесь можно как-то ее скруглить. Губки я всегда поднимаю кончики губок, тогда иллюстрация, ну, сам портрет становится более такой живой и интересной. Так, губки я делаю такие достаточно пухленькие, мне очень нравится. Это выразительно, это очень красиво, и, ну, я люблю, люблю рисовать губки и ставить и на них акценты также. Подвижная века, потом радужную оболочку. Обязательно не забывайте рисовать зрачок, который всегда черный, это отверстие, это не цвет, ну, да, черный. И обязательно оставляйте для блика место. Так, потом формируем блок для бровей. Видите, я оставила место, то есть вот место для волосинок, которыми потом заполню будущие бровки. Потом я наношу уже второй глаз. Помните, да, я говорила в предыдущих мастер-классах, и вообще, в принципе, на моих уроках я студентам, ученикам своим все время повторяю, чтобы они не забывали работать с одной стороной и с другой параллельно. Потому что мы потом теряем, ну, одну сторону навсегда, и она получается совсем, скажем, асимметричной. Так, я здесь обозначаю, обозначаю волосы, и потом уже мы будем переходить к нашему секретному лайфхаку, дорогие друзья. Это просто бомбическая тема. Раньше, кстати, когда я обучалась в первом институте, кстати, дорогие друзья, кому интересно, где я изучала все эти, грызла гранитные науки, изучала все эти дисциплины художественные, пишите, я сделаю отдельное видео, можно сказать так, интервью самой с собой. Вообще, я планирую, но вот если, если мое предложение наберет много лайков и комментариев с текстом, да, мы хотели бы узнать о вас побольше, то я, конечно же, это учту и сделаю обязательно. Значит, дорогие друзья, а вот и лайфхак, собственно говоря, с своим, вот первым, с данным видом. Значит, это такая стирачка, ластик, либо стирательная резинка, как хотите, называйте. Здесь вот видно на камере фирма Faber-Castell. Они бывают разных фирм. Это клячка. Очень смешное название, я всегда поражалась фантазией творческих людей, я не понимаю, почему именно клячка. Ну, в общем, вот такой вот пластилин, можно сказать. Но это не пластилин, это не жвачка. Это именно клячка, стирательная резинка. В каком виде ее применяют? Тогда, когда, допустим, вот наша акварельная бумага, она не терпит ластика такого грубого, да, стирания. Вот, наша бумага очень нежная, и мы хотим, чтобы она у нас все-таки функционировала и правильно впитывала воду, держала ее. То есть, когда мы будем разносить наш цвет, ну, акварельных карандашей. Вот, а клячка, это она просто убирает лишний тон и всю ту грязь, которую мы размазали во время работы, рукой, вот грифель и так далее. Видите, на ней остается полностью весь грифель, вот эта вся пыль. Ее мыть не нужно, она просто вот сама в себя впитывает, когда-то изнашивается, и вы просто приобретаете еще одну. Вот то, что я и сделала, это новое. Есть вот в специальных коробочках, я считаю, что в коробочке все-таки эстетичнее и лучше, она не так быстро сохнет. А раньше, в свое время, дорогие друзья, меня мой педагог по живописи и рисунку в институте Михаила Байчука научил, и, ну, не только меня, и моих одногруппниц, девчонок, вот вместо клячки мы работали, ой, сори, мы работали белым хлебом. Мы его вот так рассыпали и, в общем, вытирали. Так что, пользуйтесь, дорогие друзья, и подписывайтесь на мой канал. Сначала все эти дисциплины художественные пишите, я сделаю отдельное видео, можно сказать так, интервью самой с собой. Вообще, я планирую, ну, вот если, если мое предложение наберет много лайков и комментариев с текстом, да, мы хотели бы узнать о вас побольше, то я, конечно же, это учту и сделаю обязательно. Значит, дорогие друзья, а вот и лайфхак, собственно говоря, с своим, вот первым, с данным видом. Значит, это такая стирачка, ластик, либо стирательная резинка, как хотите, называйте. Здесь вот видно на камере фирма Faber-Castell. Они бывают разных фирм. Это клячка, очень смешное название, я всегда поражалась фантазией творческих людей, я не понимаю, почему именно клячка. Ну, в общем, вот такой вот пластилин, можно сказать. Но это не пластилин, это не жвачка. Это именно клячка, стирательная резинка. В каком виде ее применяют? Тогда, когда, допустим, вот наша акварельная бумага, она не терпит ластика такого грубого, да, стирания. Вот, наша бумага очень нежная, и мы хотим, чтобы она у нас все-таки функционировала, и правильно впитывала воду, держала ее, то есть, когда мы будем разносить наш цвет, ну, акварельных карандашей. Вот, а клячка, это она просто убирает лишний тон и всю ту грязь, которую мы размазали во время работы, рукой, вот грифель и так далее. Видите, на ней остается полностью весь грифель, вот эта вся пыль. Ее мыть не нужно, она просто вот сама в себя впитывает, когда-то изнашивается, и вы просто приобретаете еще одну. Вот то, что я и сделала, это новое. Есть вот в специальных коробочках, я считаю, что в коробочке все-таки эстетичнее и лучше, она не так быстро сохнет. А раньше, в свое время, дорогие друзья, меня мой педагог по живописи и рисунку в институте Михаила Байчука научил, и, ну, не только меня, и моих одногруппниц, девчонок, вот вместо клячки мы работали, ой, сори, мы работали белым хлебом. Мы его вот так рассыпали и, в общем, вытирали. Так что пользуйтесь, дорогие друзья, и подписывайтесь на мой канал. Итак, пришло время для акварельных карандашей. У меня их 36, эту коробочку вы уже видели в моих предыдущих мастер-классах. Карандашики мои потихонечку истачиваются. Я, кстати, приобрела недавно вот такую точилку себе и своему ребенку, только у него вот такого вот цвета, более желтенького, у меня голубая. В общем, дорогие друзья, точилки, кстати, тоже очень важно, потому что, видите, вот как подточить карандаш. Раньше, кстати, точили только ножами, особенно художники не приемлют, ну, часто очень точат именно ножами. Ну, в общем, классика, консерватизм, никуда от этого не деться. Итак, дорогие друзья, мы приводим нашу работу в полный порядок и начинаем. Давайте же начнем. Очень интересно. И давайте вот начнем с самого-самого, это контуры лица. И для контуров я предполагаю, что подойдет вот такой песочного оттенка цвет. Рисую я без отрыва руки, то есть вот так полностью заполняю. Сейчас я увеличу, дорогие друзья, вам будет виднее саму технику исполнения. И прорабатываю я именно по контуру, потому что я потом буду это все размачивать водичкой. И, ну, обычно, кстати, водой можно наливать в тубу с кистью. Вместе вот с кисточкой продается такая туба. Можно рисовать классическим способом и вот этой водичкой разносить наш тон просто кистью. Я сегодня буду показывать вам вариант просто классический. Это кисть и, в общем, собственно говоря, обычная вода. Обратите внимание, что я стараюсь прям подбить цвет, прям под самый контур. То есть там я насыщаю этим цветом вокруг, а потом делаю вот такую легкую растяжку к центру лица. Это дает нам возможность создать дополнительный объем. И так по всему лицу. Вот такого немножечко потемнее. Мне хотела бы нанести и сделать румяна в области, там, где яблочки вот здесь, да, обычно наносят. И вот так потихоньку. Работаю я также в одном направлении. То есть это такая штриховка. Мне очень нравится, когда размывается акварельный карандаш и видно немножко штрихи. Ну, вот карандашная техника, она как раз и есть. Карандашная и акварельная. Акварельный карандаш, он должен, ну, скажем, просвещаться, что ли, в любом случае. Потому что смысл тогда в карандашах, если вы их пытаете, будете пытаться полностью, полностью вот размазать, разнести, не знаю как вот. То есть, мне кажется, это издевательство. Потому что на самом деле есть разные техники. Вот полностью там переходы не видно. Акварель, да, вот чистая акварель и так далее. Смотрите, я сейчас прорабатываю внутреннюю сторону губ. Вот, то есть я дополняю более темным цветом. Дальше, что я делаю. И сейчас я буду прорисовывать наши бровки. Точно так же в одном направлении я стараюсь нанести вот таким вот образом наши бровки. И можно, кстати, проработать более темным. Ой, сыпется. На этом случае есть прекрасная щеточка, которую я всем рекомендую завести вот такую обычную щетку. Вот, и ни в чем себе не отказывать. Реально работает классно, мягкая, ничего не дерет. Вся бумага целая. В общем, приобретать из натурального волокна она стоит просто копейки. А удовольствия очень много. Поэтому действительно это классно. Так, теперь я прорисовываю наши стрелочки. И подвижная века верхняя прорисовываю тоже. Можно здесь немножко добавить тона. Так, и давайте я все-таки сейчас сделаю цвет наших глаз. Он у меня будет такой чайно-зеленый. Ничего-то такое вот настроение сегодня какое-то солнечное. Хочется уже лето. Кстати, дорогие друзья, кто хочет уже лето, кто уже устал от этой зимы, хотя и зимы-то особо не было. Но тем не менее, напишите, пожалуйста, как вы вообще готовитесь к лету. Может кто-то худеет, может кто-то, не знаю, там начинает просто просыпаться и уже радоваться. Насколько для вас является вот лето каким-то, не знаю, ожиданием, либо праздником. И что происходит, когда первые лучики весны. В общем, романтика. Что у вас? У вас может работа лучше идет. В общем, напишите, комментируйте, пожалуйста. Будьте активными. Для меня это очень важно. Канал тогда оживает, и я действительно понимаю, что я делаю нужное дело. И также у меня есть другие плейлисты. Переходите, пожалуйста, смотрите о том, как я живу, что я делаю в свободное время, и как я мотивирую себя, допустим, на тот же бег, на то же окунание в реке, когда плюс 3 градуса всего. В общем, переходите. Плейлист называется «Ты лучше, чем вчера». А также там есть плейлист, называется «Диалоги с морем». Ну, в общем, заходите ко мне в гости, походите по каналу, и я думаю, что вам должно понравиться. Дорогие друзья, мы сейчас перейдем уже к волосам. И вот здесь, ближе к корням, всегда волосы темнее. Это даст добавить нам большего объема. Поэтому обязательно это не игнорируйте. Вот так, видите, я сделала такую растяжечку, вот, из таких прядок. И тут руку я уже кладу на свой мизинец, чтобы не растирать лишний раз нашу работу. Так, вот я прорисовываю пока черным обычным, даже если она у меня будет блондинка. Тем не менее, я пока прорабатываю графикой. Здесь можно немножко соединить. Вот, и потом уже вам покажу, что, как я вообще могу перейти даже с этого тона на тон блондинки или рыжинки. Так, дорогие друзья, давайте здесь уже, мне так уже хочется перейти, даже не представляете, уже к водичке, к нашей акварельной все-таки технике. Вот я добавляю немножко цвета. Она у нас, может быть, даже будет и рыжая сегодня, такая солнечная, чтобы вам поднять всем, дорогие друзья, настроение. Потому что настроение переменчивое, потому что погода разная и так далее. Все влияет на наш организм. Поэтому оставайтесь на позитиве, будьте со мной на канале. Я, кстати, скоро открываю новый канал, который будет называться «Позитивная мотивация», где я буду делать много интересного. И я надеюсь, что вы присоединитесь, дорогие друзья, ко мне. Так, давайте проработаем, может быть, каким-то вообще, может быть, вот таким тоном. Сейчас это модно, пряди разные, фиолетовые, зеленые, пурпурные, даже желтенькие. Сейчас очень модно. Это молодежь действительно прям освоила эти все техники эмилирования и кайфует от разнообразия цвета. И таким вот образом проявляют себя и, в общем, ну, как бы, наверное, самоутверждаются, я так думаю. Кстати, очень многие взрослые также это делают. Самым временем перешли уже к тому, чтобы уже работать с водичкой. Вот так выглядит моя водичка и кисти. Одна кисть у меня номер два, вторая номер четыре и третья номер пять. В принципе, может, даже хватит одной кисти, но, может быть, и самой маленькой кистью мы тоже поработаем. Так, я отодвигаю экран и потихонечку. Здесь самое главное не переборщить водичку. Для этого всегда имейте под руку кисть, вот такую салфеточку. У меня это влажная салфетка. И потом вот так аккуратненько промываем кисть. И давайте я поставлю сюда водичку, чтобы вы все-таки смотрели, как я ее промываю. Но вот это очень опасные такие варианты, потому что вы можете перелить на себя, на эту работу. Обратите внимание, насколько сразу меняется ваш фэшн скетч. Да, еще, дорогие друзья, смотрите, я не прорисовала ресниц. А, боже мой, my godable, что это я сделала? Но на самом деле я это специально сделала, потому что реснички, это будет уже второй этап. Второй этап после того, как подсохнет моя работа. И обратите внимание, я все время протираю, чтобы не переборщить водичкой. Конечно, первые работы вы будете портить. Но это нормально, а как вы хотели. На войне не без убитых. Обязательно должны попортить и посмотреть, как оно ведет себя. Ну вот эти все материалы, как они себя ведут. И как вы себя чувствуете. Нравится ли вам, как оно растекается. То есть, можете, кстати, не доводить до конца определенные пряди. Вот некоторые. По чуть-чуть. То есть, тут уже полная творческая свобода. Самое главное, не заливайте все водой. Понимаете, это вообще большая ошибка. Ну вот, даже если чуть-чуть подтекло, но это все равно акварель. Оно должно живенько быть. Даже немножечко с водичкой. Оно тогда живее, интереснее. Так под плывами красиво получается. Работа оживает. Поэтому не старайтесь слишком там это все залезать. И как-то прям сделать типа красиво, типа очень правильно. На самом деле, даже можно выходить вот аж сюда. Посмотрите, какая красота получается. Давайте водичку отодвину уже. И вот такие пряди, знаете, воздушные, ватные. Как вода набралась в вату. И она такая стала, знаете, прям нежная эта работа. Очень красивая. Теперь все-таки я возьму двоечку нашу кисть. Другую, видите, я поменяла. Для того, чтобы немножко проработать наши глазки. Глазки также вы можете прорабатывать аккуратно водичкой. С одной капелькой. Я вот буквально... Вот видите, ушли мои блики. Просто их не осталось. Но это не беда. Я в предыдущих мастер-классах говорила, что блики можно вернуть с помощью корректора белого, либо гуаши, либо фломастеров белых. Сейчас тысячи вариантов, как можно проработать блики. Даже давайте я закрою этот. И мы просто вместе с вами проработаем их заново. Итак, вот здесь вот белки. Они не могут быть такими сами по себе. Ну вот белыми, да, скажем. Здесь нужен нам цвет. Возможно, это будет такой вот темность синий. Давайте я проработаю здесь в уголках. И под верхним веком. Потому что верхняя века дает тень. Она как бы падает на наш сам глаз. И получаем вот такую тень. Еще немаловажный такой совет. Вот здесь есть внутренние уголки глаз. Здесь нужно немножко добавлять розового оттенка. Итак, давайте здесь тоже мы все это пройдемся вот такой водичкой. Здесь, конечно, аккуратненько надо не сильно прям вот сходить с ума с этой капелькой. Надо все прям протирать действительно аккуратней. И все должно быть очень-очень осторожно. Так, дорогие друзья, давайте перейдем к губам. Они у нас остались такие нетронутые. И мы их проработаем также. Вот у меня капелька воды. Я просто ее растягиваю вот так и провожу. Видите, она у меня лежит, кисть. Теперь я ее промыла. И чистой капелькой немножко я убрала лишнюю влагу. И вот полусухой кистью я прошлась. В принципе, можно оставить так. Давайте пока так оставим. Потому что добавить потом легче, чем убрать. Вы, я думаю, точно об этом знаете. Особенно те, кто уже пробовал. И портил в итоге. Так, давайте теперь уже подсушим нашу работу. Это можно сделать с помощью фена. Либо естественной просушкой. Ну вот, чтобы оно полежало на открытом воздухе. Давайте теперь посмотрим, как у нас получается с бликами. У меня есть вот такой фломастер. Центропеновский. White permanent. В общем, это белый перманентный маркер. Конечно, его используют для разных целей. Но я буду сегодня использовать для своей. То есть, возвращение блика на его место. И обратите внимание, уже глазки загорелись. А я еще люблю вот здесь прокладывать блики. Глаза тогда получаются такие, знаете, прям аж с проблеском. Такие красивые. Если вы вот здесь переборщили цветом, то вы можете тоже проработать этим маркером. Итак, давайте сейчас продолжим рисовать наши глазки. Это реснички. Карандаш должен быть подточен. Кстати, хорошая точилка. Очень, очень хорошая. Я могу вам вот так ее увеличить, чтобы вы посмотрели. Классная. Так, мы прорисовываем здесь наши реснички. Они, как всегда, у нас должны быть естественного вида. К внутренним уголкам глаза реснички меньше, как и в жизни. А к внешнему, конечно же, они длиннее и пышнее. Здесь вы можете рисовать, либо не рисовать. Но я немножко всегда прорисовываю. Вот. То же самое я делаю, когда наношу себе макияж на свои глаза. Прорисовываю всегда нижний чуть-чуть. Хотя очень многие плюются, фукают. Я имею в виду визажисты. Ни в коем случае это старит. Ну, ребят, у кого лицо старое, того и старит. Я так считаю. Тем более, не нужно делать паучинные лапки. Вот, конечно, это не очень красиво. Так, я хочу сделать немножко смокий айс. То есть, дымкой вот так затемнить. И здесь точно так же. Вот, видите, дорогие друзья, следующая, как бы, вот наша прорисовка. Она такая, достаточно уже детальная. Но мы очень быстро проработали все наше лицо. Давайте теперь мы проработаем немножко еще губки. Сегодня в качестве графики, которую я так обожаю, у нас выступил наш карандаш, наш акварельный, обычный черный. Обожаю акварельными карандашами работать просто так, даже без размывки. Потому что это красиво, это, они очень мягкие. Вот, когда вы поработаете акварельными карандашами, именно мягкой серии, любую фирму можете выбирать, только чтобы они были не средней мягкости, а именно мягкие. B, H, это, ну, твердые карандаши, H, B, средние, а B, это мягкие. Поэтому вот выбирайте B, как я их называю, любя. Так, дорогие друзья, мы подходим к нашему финишу. Давайте еще немножко проработаем наши блики, которые всегда классно светятся. И сделаем немножко бликов на наших губках. Вы можете использовать вместо перманентного центропеновского маркера белого, белую гуашь, либо можете использовать, не знаю, какие-то, может даже корректор, как я и говорила, и так далее. Здесь я очень люблю также немножко дополнять по типу бликов. Это действительно красиво. И даже если вы работаете в программах, там есть такие функции, опции рисовальные, когда вы можете вот нанести, и все это прям блестит. И еще интересный такой лайфхак, дорогие друзья, для блеска. Сейчас я вам покажу его. Берем самый обычный белый карандаш, тоже акварельный. И вот такими нехитрыми движениями просто аккуратненько закладываете легкие. Ну, кстати, вот по-мокрому это не очень красиво получается, потому что оно так подрастирает. Вы, кстати, можете попробовать даже центропеновским. У меня есть тоненький центропеновский маркер. Но я его вам покажу в следующем видео уже. Так, давайте... Ой, видите, как бывает. Карандашик мой точеный, но видите, все равно ломается. В общем, давайте я вам покажу все-таки эффект, который я хотела показать. Это вот такие блики, которые вы наносите просто поверх ваших точечек. Это даст дополнительного лоска, блеска. Но работа должна быть, еще раз напоминаю, именно сухой. Вот, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно делитесь моими видео со своими друзьями и с людьми, которые хотели бы научиться рисовать. И не забывайте обязательно подписываться на мой канал, потому что вы должны все-таки получать качественный продукт. И я очень для вас стараюсь, дорогие друзья. Теперь моя подпись фирменная. Моя фирменная рыбка. И вуаля, наш скетч готов с акварельными карандашами, а также водой. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok